Красиво украшенный зал, нарядная елка, забавные костюмы, Дед Мороз и Снегурочка в ожидании самых юных воспитанников баскетбольной секции. Ребята сразу же приняли активное участие в играх. Они водили хороводы, танцевали и пели. Все получили незабываемые впечатления от развлекательной программы. А вечером этого же дня состоялся праздник для ребят постарше. Для них звучали известные композиции, заслужившие популярность у молодежи. Их развлекали профессиональные аниматоры. Праздник ребятам очень понравился. Он доставил радость, веселье и заряд положительных эмоций. Очень все интересно. Программа мне очень понравилась. Дед Мороз, Снегурочка, они очень зажигательные были. Современно все было. У меня еще впереди 4 года, как я буду учиться в Десногорске. И эти 4 года я хочу продолжить заниматься баскетболом. Очень хорошие утренники. На этих утренниках никогда не было. В школах проводятся подобные утренники, но они не такие. Здесь своя атмосфера, здесь все. Здесь очень круто. Директор Центра спортивной подготовки «Динамо Росэнергоатом» отметил, что реализация проекта не была бы столь успешной без участия родителей и педагогов. У нас уже создалась такая некая община баскетбольная, и она пополняется потихонечку. Самое главное, что не убывает, что у нас большая опора – это наши родители. Очень благодарны мы в этом году, конечно, нашим директорам школы, нашим учителям физической культуры. Наконец-таки такая активность от них пошла уже такая серьезная. От всего нашего движения – большого, дружного. Хочу всех поздравить с Новым годом. Хочу пожелать, безусловно, здоровья, личного счастья, благополучия. В завершении праздника все получили подарки от Центра спортивной подготовки «Динамо Росэнергоатом». Алина Сазонтова, Юлия Соболева, Светлана Разганова, Десна ТВ.